О каких основных изменениях можно сказать? Ну, этапы зачисления. Одна волна вместо двух. Вместо двух этапов зачисления установлены один с 20 июня по 5 августа. Победители Олимпиад, целевики и льготники смогут подавать оригиналы до 30 июля. Победители Олимпиад для школьников смогут рассчитывать на льготы при поступлении только в один вуз. Причем туда они должны подавать исключительно оригинал документов. Обучение специалистов. Я хочу сказать, что в основном в этом году система высшего профессионального образования перешла на уровневую систему, то есть руководитель магистр. И специальности всего сохранилось 117, то есть где будет пятилетний срок обучения. Те бакалавры, которые желают продолжить свое образование, они могут продолжить обучение в магистратуре. Причем образовательную программу можно изменить. Например, бакалавра информатики вполне сможет стать магистром экономики, а выпускник физического факультета освоит химию. Теперь, что касается контрольных цифр приема. Ну, если брать по Оренбургскому государственному университету, то по всем формам обучения у нас в прошлом году было 3556 мест, в этом году 3568, то есть плюс 12 мест. Добрый день, уважаемые коллеги. То, что касается Оренбургского государственного педагогического университета. В прошлом году план приема в университет составил 997 бюджетных мест. В этом году мы запрашивали по нашей заявке 1190, по факту мы получили 988 мест, то есть на 9 бюджетных мест меньше, чем в прошлом году. Добрый день, с нового учебного года мы переходим на новый образовательный программ в соответствии с третьим поколением. В отличие от большинства вузов, по всем частям направлениям, по которым обучаются наши студенты, будет оставаться специалитет. Мы ориентируемся на потребителей, на работодателей, и, безусловно, это все учитывалось. Ну и, естественно, что, учитывая общие тенденции развития экономики Российской Федерации, Министерство образования тоже какие-то свои соображения реализовывает. Вот как они обещали сокращать прием на гуманитарную специальность, так они это все и исполняют. У нас учредитель находится здесь, в Оренбургской области, это наше Министерство культуры, общественных и внешних связей. И мы, по сути, в Институте искусств сами отслеживаем, где какие кадры нужны, какая потребность на сколько лет вперед. И сами эту работу делаем, и сами для себя как бы все это и выстраиваем. Учредители докладываем и определяем план набора. То есть наши выпускники все востребованы, нам ничего не сокращают. Если мы посчитаем нужным увеличить план набора, мы это тоже сделаем. Оренбургский государственный университет уже имеет практику взаимодействия с зарубежными партнерами по выстраиванию образовательного процесса на предмет получения двух дипломов. То есть за время обучения, стандартное, наши студенты могут получить диплом российского образца, сейчас это специальности, бакалавры, пока что у нас такая смешанная система идет, и диплом бакалавра европейского образца. У нас такая успешная практика была в Дании. Сейчас мы такие же программы имеем возможность выстраивать с вузами Германии. Сейчас у нас конкретная программа по заявке концерна АФК «Система». И совместно с нашими австрийскими коллегами мы такую же образовательную программу выстраиваем по подготовке инженеров, директоров механиков и специалистов по механотронике, скажем так, совместно с университетом Вейнарной штатной. Категорический университет тоже имеет определенный опыт по обмену студентов, но, конечно, он не такой масштабный, и, наверное, это понятно и объяснимо. И в первую очередь это касается факультета иностранных языков. В данном случае здесь у нас наложены связи с Афгурским университетом, и, конечно, не в таких масштабах, как наш классический университет, мы осуществляем этот обмен студентов, но здесь существует другая сторона, мы далее. У наших студентов нет проблем с языком. Они у нас и учатся на факультете иностранного языка, и уезжают туда же на подобный факультет. Вопрос заключается потом в следующем. Хотят ли выпускники Афгурского предуниверситета, факультета иностранного языка, то есть и стажировки, которые они прошли за границей, идти работать в школу? И, к сожалению, у нас плачевная статистика, до 90% тех кров, которые мы можем отправить на стажировку за границу, они потом там и остаются. Они не идут работать в российские, а точнее в наши сельские школы. В прошлом году студенты Западно-Казахстанского медицинского университета приезжали к нам в Оренбург и проходили медицинскую практику. То есть вот такой опыт сотрудничества у нас есть. Но, к сожалению, пока студенты больше казахстанского университета заинтересованы в обучении у нас, а наши студенты пока большого желания ехать в Казахстан учиться не имеют.